Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в вампиров. Собственно, я, кстати, посмотрел, я в интернете не нашел информации о бестиарии, то есть не нашел нигде информации о том, как разблокировать определенных мобов, допустим, вот этого и вот этого, но я вспомнил, что у меня же на кэмпе была игра, я ее, оказывается, не удалил, поэтому я просто ее запустил и посмотрел у себя в коллекции, что же это за боссы под нужными номерами. В общем, 73-ти это чувак из Луна Света один, вот как раз-таки вот один из этих атлантов, только, видимо, в маленькой форме, я не знаю, почему у меня не засчитались победы над ними, может, я их реально не убивал. А второй персонаж, это у нас босс главной игры, но почему-то я же его вроде уничтожал один раз, то есть я 100% проходил локацию, как бы побеждал его, но игра решила, что я его не побеждал. Собственно, сегодня будем играть, опять же, за каких-нибудь персов, за которых мы не играли, и как раз постараемся разблокировать двух последних крипов в бестиарии. Так, собственно, давайте мы поиграем за того персонажа, за которого мы еще ни разу не проходили ни одной локации. Можно поиграть за Дженар или Паскуалину, или Арку, или Порту, но это слишком скучно. Давайте поиграем лучше за боссов, это будет гораздо веселее. Можно пройти за Миссингно, можно за Космо. В прошлый раз мы играли за Дерево. Я бы хотел, наверное, взять Космо. То есть он получает, дает одно оживление, имеет регенерацию, здоровье. Либо можно за Геро Тру. Но он дает один, это один из самых сложных, кстати, персонажей в игре. Я помню, что мне было очень сложно за него играть. Вот эти вот два челика, они реально одни из самых сложных. Также есть Гейнс Бороз. Давайте за Гейнса поиграем в локации, допустим, Луна Свет. Я думаю, это будет прикольно. Я вот думаю, брать мне здесь все Арканы или нет. Ну, вообще будет веселее со всеми Арканами. Поэтому можно взять, я думаю, все Арканы. Какую Аркану мы возьмем с вами в качестве основной? У нас пассивка на это... Так, у чувака кресты, да? Ну, мы 100% берем эту штуку и идем, собственно, берем еще... Так, я хочу повторы. Пропуски мне особо не интересны. И давайте выберем новую Аркану. Еще бы я хотел взять Аркану... Так как это не очень сложная локация, То, в принципе, можно взять сразу Аркану на зажигательный отрыв, как вариант. Чтобы максимально быстро фармить опыт. И еще бы я хотел взять что-нибудь на наши кресты. Хотя, с другой стороны, здесь не так, чтобы нужна вот эта Аркана в самом начале. То есть, я могу все Ксуары и так, в принципе, собрать без особых проблем. Поэтому, наверное, я не буду брать притягивания. Я лучше возьму что-нибудь для моего оружия. То есть, для крестов улучшенных. Еще мы посмотрим, что у нас дает именно улучшенным крестам какой-то баф. Такс. Здесь обычные кресты. Здесь вот как раз, кстати, неплохая тема. Во, вот эта вот штука. Вальс жемчужин дают отскоки дополнительные. Есть у нас еще, может быть, что-то на наше оружие. Да, есть вот еще порез. Позволяет носить критические удары для перечисленного оружия. Удваивает весь критический урон. Тоже отличный, как я считаю, модификатор. Ну, а остальное, в принципе, уже не такое крутое. То есть, мне бы прокачать порез и мне бы прокачать Икс Начало. Я вот думаю, что бы мне сначала взять. Давайте порез, потому что Икс Начало оно любое оружие усиляет. А порез вот как раз именно для крестов. И можно еще... А я могу как-то посмотреть на свои арканы? Нет, не могу, к сожалению. Окей. Так, и какой же билд мы будем с вами собирать? Я вот думаю. Давайте для начала попытаемся найти шкатулку Тороны. Таким нехитрым методом перебора. Есть шкатулка Тороны. Все, теперь мы бежим с вами собирать всякую дичь. И я бы хотел собрать что-то непосредственно под арканы. Я забыл посмотреть, какие оружия эта аркана усиляет. Хотелось бы собрать что-то, что мы давно с вами не собирали. И что-то, что бы давало какой-то, я не знаю, неплохой бонус. Но можно попробовать. Давайте попробуем собрать. Я даже не знаю. Я думаю, можете теневую и шестерню собрать. То есть голубей мы не можем собрать в любом случае. Кошек мы тоже не можем собрать. То есть мы можем собрать в основном только что-то такое. Можно теневую и шестерню взять чисто ради прикола. Либо взять, допустим, те же револьверы прокачать, как вариант тоже. Давайте мы соберем на этого перса к развитию. Что ему подойдет? Ему печать подойдет, в принципе, как вариант. Я просто думаю, собирать мне шестерню или револьверы все-таки собирать. Но шестерню я пока, наверное, не буду собирать. Водичку мы уже собирали недавно. Давайте я рерольну и посмотрю лучше, что у нас еще есть. Лансет можно взять, заклинатель, наручь, окей. Так, ну и давайте мы сейчас бегаем за аксессуарами. Так, я собираю все аксессуары, потому что мне не нужны они больше. Хотя можно было, знаете, можно было взять, купить у торговца новое оружие. Я как-нибудь за какого-нибудь перса именно хочу собрать оружие, которое продается у торговца во всех или почти всех экземплярах. Всякое уникальное такое, знаете. О, нет, эти медузы ускорились. Что же делать? Как страшно. Так, берем эту шнягу теперь. Так, мне бы, конечно, желательно не умирать здесь. Величайшее торжество можно собрать, но оно будет у нас без этого, как его называется. Нам нужно будет, короче, арканы собрать. У нас есть всего 4 арканы. 100% плохой сезон у нас есть, второй есть. Потом их с началой, последней арканой можно взять, в принципе, золотую лихорадку, как вариант. А давайте мы попробуем собрать с вами величайшее торжество. Я вот тут подумал. И лавр 100% берем. Так, проклятие, это, конечно, не самое удачное решение, но да ладно. У нас идет бонус к развитию, то есть мы будем очень быстро апать уровни. И мне бы хотелось взять какой-то, не знаю, АОЕ урон в свою сборку, чтобы мне была возможность выживать от больших толк противников. Можно взять топоры, кстати. Они тоже, по-моему, наносят критический урон, если я не ошибаюсь. То есть они от пореза могут прокачаться. И взять, допустим, последним предметом какой-нибудь АОЕ. Хотя, с другой стороны, мне нужен меч. То есть я бы хотел, конечно, собрать топоры, но мне, к сожалению, нужен меч. Для... Да, наверное, я если и соберу топоры, то потом, когда уже у меня будет это... Давайте я просто возьму здесь клевер. Чуть не нажал на канделябр, ну да ладно. Я просто хочу еще взять одну шмотку на АОЕ урон и меч взять наш. Так, здесь я возьму... Можно чеснок, кстати, взять как вариант. А можно подождать какое-нибудь более подходящее оружие. Давайте я здесь сделаю повтор. Опять же, ничего интересного. Еще повтор, еще повтор. Все-таки мне предлагают эти топоры. Насильно, так сказать, впихивают. Но мне нужен АОЕ урон. Я не могу топоры взять. У меня же письма она не запрещена, вроде нет. Пентаграмму можно взять, но я бы хотел ее взять уже в улучшенном виде. Давайте последний реролл попробую сделать. Кнут мне не особо интересен, поэтому я его не хочу собирать. Возьму лучше, допустим, торжество. Мне просто нужен сейчас какой-то урон. Я именно поэтому ищу именно оружие, а не просто там набираю наугад всякие разные аксессуары. Вот так как это не королева сигма, я не могу бесконечно брать... Блин, как же они меня пробивают? Мне срочно нужно АОЕ оружие. Давайте попробуем здесь взять... Ну, не знаю, мне нужно что-то на хил, поэтому я сердце возьму. Блин, без АОЕ урона мне будет сложно выживать попросту. Давайте еще возьмем это. У меня терагису, конечно, еще есть. Я могу несколько раз воскреснуть, как вариант. Но мне нужен АОЕ урон. О, отлично, то, что надо. Так, взял письманы. И последним предметом я, наверное, соберу, как я и хотел, этот меч. Да, я, наверное, меч последним предметом соберу. Давайте еще магнитосферу опнем. Из этих штук, как я понимаю, падает в основном золото. И у нас это хорошо в том плане, что мы, когда прокачаем с вами золотую лихорадку, мы сможем нормально так фармить голду. Так, что-то он быстро как-то бегает, мне не очень нравится. Можно взять дупликатор, кстати, чтобы больше мечей вылетало. Неплохой, на самом деле, вариант. А можно ли тут где-то выбить что-то на хил? Да, вполне вероятно. Так, я возьму броню, чтобы не отлететь быстро. Сундуки, наверное, я пока собирать не буду. Давайте возьмем еще клевер, чтобы чаще падали красные кристаллы у нас за оружие. Так, давайте еще клевер. Мы получаем бонус к опыту, поэтому мы можем брать, по сути, всякий трэшак себе в коллекцию. Надо было, наверное, взять все-таки шпинат, чтобы прокачать урон. А то мы пока не так, чтобы много дэмэджа наносим. Так, величайшее торжество хочу. То есть, у нас есть еще место под две арканы. Одна из аркан это будет, скорее всего... Подожди, здесь далеко лежат эти предметы? Блин, далеко, не охота за ними идти. Но у нас ограниченная локация, то есть, по времени. Поэтому я думаю, что мы можем вполне просто пережить 15 минут, или сколько там эта локация длится. И затем попросту напармить себе еще одну дополнительную аркану. Это будет такой, знаете, билд на полу золото, но не совсем на золото, то есть, на частичный урон. Мне главное сейчас очень быстро прокачаться. Я надеюсь, пассивка моего персонажа сможет мне дать такую возможность. Но мне не падает, блин, меч. И вообще оружие особо не падает какое-то, которое мне бы хотелось заиметь. Только заморозил противников, сразу же снова еще одна заморозка вылетает. Так, пламя, кстати, это неплохо, но я бы хотел все-таки меч. Пламя, это, конечно, прикольно, но меч для меня как-то более прерогативнее, что ли, в этом плане. Пентаграмму хотел бы взять, но мне нужны сундуки, я не могу их уничтожать пока что. Поэтому я не буду брать печать. Так, давайте еще магнитосферу, чтобы было. Можно вот огнеметиком еще сейчас подчистить противников. Давайте я возьму здесь шпинат, чтобы увеличить урон. Потому что скоро пойдут волны с этими согненными челиками, я не знаю, как я их буду переживать. Так, торжество опять же возьмем. Блин, небомагнит, конечно, какой-нибудь прикольный такой заиметь. Давайте возьмем здесь лавр для выживаемости. Очень много предметов падает с всякой штуки. Ну, то есть и вас, и из канделябров, и так далее. Давайте магнит на финальный уровень прокачаем. Давайте томик еще. Здесь я возьму ланцет. Надо ланцет качать. Возможно, ланцет меня спасет на каких-то более поздних стадиях в этой карте. Так, здесь я бы хотел величайшее торжество еще качнуть. Эти мне уже здесь урона особо не хватает. И скоро меня противники начнут пробивать, что не есть хорошо. Давайте возьмем с вами ланцет, допустим. Окей. Можно, кстати, взять аркану на притягивание предметов. Последняя аркана, которая выпадет у нас с сундука, как вариант. Так, здесь я возьму еще величайшее торжество. Я хочу взять еще, наверное, величайшее торжество. И у нас остался, по-моему, последний уровень для величайшего торжества. Так, пустой фолиант. Письманы. Доконец-то, блин, первый уровень выпал на письманы. Хоть какой-то урон буду наносить. Еще давайте письманы. Давайте еще продлим заклинателем его длительность. Здесь я возьму канделябр для увеличения радиуса, опять же, атаки. О, корона выпала. Замечательно, больше опыта. Так, еще возьму письманы. Давайте еще письманы. Так, я здесь хотел бы взять шпинат. Так, меч не падает мне. Это мне не очень нравится. Все, до максимума докачал эту шнягу. Давайте качать, я не знаю, шкатулку тороной, наверное. Я думаю, мы уже нормальный такой дэмэдж наносим, и нам не страшны противники на более поздних этапах, поэтому можно взять что-то и на урон. Да, вот я боялся вот этого этапа, когда крабы пойдут. Я их, в принципе, не убиваю, да, то есть мне урона не особо хватает, чтобы от них избавляться. Но они вроде и сами меня не пробивают. У них урон не такой высокий. Давайте мы возьмем здесь пустое сердце. Не хочу пока брать проклятие. Хотя не, они меня немножко пробивают, но не сильно. Пока что, по крайней мере. Давайте еще письманы. Так, здесь я хочу еще опыта, чтобы они складывались с моей пассивкой и вообще получал уровни просто со скоростью света. Так, давайте еще шпинат, чтобы увеличить урон от нашего оружия. Тиргису. Так, давайте еще шкатулку тороны. Меч не падает. Вот будет забавно, если он не так и не упадет до конца забега. Победный меч. Все, изи бризи. Вот, вот эта волна самая для меня, я считаю, опасная в плане противников, потому что они самые жирные. Давайте возьмем еще письманы. Надо хотя бы письманы сейчас проэволюционировать, чтобы у нас был хоть какой-то урон. Как-то, чтобы избавляться от этих челиков, было попроще. Так, давайте еще опыта возьмем. Так, заморозил чубриков. Давайте еще притягивание возьмем. Я бы хотел прокачать здесь шкатулку, в первую очередь. Так, я ищу сейчас последнюю, короче, песнь маны. Чтобы вкачать ее и не париться дальше. Так, здесь я возьму канделябр для увеличения, опять же, радиуса моих атак. Давайте еще шкатулку. Теперь победный меч. Мне точно не прокачено письманы на фул? Да, не прокачено. Надо, короче, чтобы она мне выпала. Так, здесь меч качаем, в первую очередь. Так, давайте еще шкатулку тороной возьмем. Еще меч. Да, господи, письма маны, ты выпадешь мне сегодня или как? Давайте еще победный меч. Так, здесь я возьму канделябр. Я, кстати, заметил, что почему-то не падают сундуки с сарканами. Они же вроде должны падать, разве нет? Все, есть восьмой уровень. Можно прокачать сейчас эволюцию на песнь маны. Ну, конечно, из этих сундуков она не выпадет. Нужно, блин, найти определенный сундук. Так, давайте возьмем этот. Здесь у нас меч, тоже не то, что надо. Так, где моя письма маны? Давайте меч прокачаю. Так, опять не сундук без эволюции. Окей. Но у нас еще остался один последний сундук. Может быть, в нем будет? Да, повезло. Так, теперь я буду качать непосредственно лавр, ланцет, там все вот эти аксуары. Давайте череп прокачаем больше, чтобы противники были жирнее. Их было больше. Так, еще буду прокачивать щиты. Еще давай проклятие. Почему бы нет? Еще победный меч. Еще победный меч. Так, вот, кстати, сундук с арканой, победный меч. И берем сундук. Будем сейчас эволюционировать... Ой, не эволюционировать, а искать аркану. Так, это вся фигня, это мне не нужно. Да, давайте я возьму все-таки вот эту аркану. Так, победный меч максимального уровня. Шкатулка у нас уже максимального, поэтому можно, в принципе, уже брать... Так, я крылья возьму, чтобы уворачиваться от чуваков. И попробую найти сейчас... Да, вот именно эта эволюция. И вот эти челики пошли, видите, вот эти маленькие. Мне нужно, короче, их как-то победить, чтобы разблокировать одного из мобов. Так, давайте еще крылья возьму, еще пустое сердце. Так, эти штуки начинаем набирать. Так, давай заклинатель, давай еще проклятие, еще проклятие. Потому что много, немало. Кольца качаем. Собираем вот эти вот все шняги, еще кольца качаем. Еще эту фигню берем. Так, я все взял два кольца и два метаглио? Нет, одно кольцо еще я не взял. Давайте качать всякие метаглио и кольца. Кольца. Надо найти, короче, еще одно кольцо. Я почему-то его не вижу на карте. Где оно у нас? Оно вообще... А что оно делает в той части локации? А, вот оно, я его вижу. Так, берем еще золотое кольцо. Берем серебряное кольцо. Так, а у нас есть какие-то эволюции еще? Нет, по-моему, нет. Ланцет и Лавр мы пока не можем прокачать. Давайте мы сначала прокачаем вот эти вот долбаные аксессуары, чтобы они мне не выпадали. Ну и как только будут выпадать кольца, будем качать кольца. Если кольца не будут выпадать, будем качать аксессуары. А, чтобы меня сейчас эти челики не догнали. Так, берем сердце, допустим. Так, здесь я возьму опять же сердце. Так, колечки качаем, еще колечки. Еще колечки, почему бы нет? Еще кольца. Но наш герой очень много опыта получает, честно говоря. Так, давай еще кольца, еще кольца, еще кольца, еще кольца. Также я бы хотел взять... Ну, здесь я сердце возьму, так как кольца не выпали. Так, а что насчет колец у меня? Девятого и шестого уровня, то есть еще три кольца надо найти. Так, каменная маска, к примеру. Так, это у нас идет уже после... Не, по-моему, вот тут 20 минут длится локация стандартная. Так, давайте я возьму колечко. Здесь сердце. Так, эти челики все еще могут меня зажать, если я буду тупить на месте. Так, восьмой уровень кольца. И девятый уровень кольца. Можно эволюционировать непосредственно колечко. Сейчас еще щит проэволюционируем. Нужно только нафармить опыта. И, в принципе, можно взять следующую аркану, в виде арканы на перезарядку навыков. Ой, я случайно взял этот сундук. Я не хотел его брать. Блин. Мне же нужны просто коробки конфет еще. Я именно поэтому и думаю. Так, давайте метаглеу тогда докачаем уже. Но эти челики уже должны, по сути, отваливаться теперь. Через определенное время. Так, у нас есть ланцет. Давайте еще метаглеу прокачаем всякие. По-моему, я парочку уже из них убил, так как у меня возросли статуи. Это значит, что, скорее всего, я выбил золотые яйца из них. Так, давайте еще метаглеу, 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 метаглеу. И у нас почти максимальный уровень. Еще один уровень осталось набрать. Последний уровень для максимальной, собственно, прокачки. И у нас торговец появился. То есть, значит, все-таки эта локация идет все-таки, получается, 15 минут. Ну, все, у нас, в принципе, полностью прокаченное снаряжение. Случайно всегда выбираем. И я бы хотел сейчас выдвинуться к торгашу и купить у него еще одну аркану. На, допустим, золотую дискотеку. Ну, у меня и так золото нормально, знаете, фармится, даже без золотой дискотеки. Но золотая дискотека просто дает мне постоянный прирост золота бешеный. Ну, я думаю, мы еще несколько минут тут посидим, пофармим, постараемся выбить предметы на, получается... Как оно называется-то? Предметы на... Точнее, не предметы, а как они, шкатулки. Еще выбить. Потому что почему бы нет? Вот 155 тысяч мы заработали. Я думаю, мы уже отбили эти деньги, которые потратили на то, чтобы там купить повторы, арканы и так далее. Я думаю, эту сумму мы сейчас быстренько либо отбили, либо отобьем в течение, там, буквально пяти минут. Плюс у нас персонаж будет постоянно усиляться, в том числе. Так, а когда у нас будет первый босс идти? На какой из минут? Я очень надеюсь, что я все-таки выполнил достижение на... Еще не достижение, а нашел того крипа, который спавнится здесь на последних минутах. Я вроде бы этих маленьких чубриков, я их вроде уничтожил. Но я не уверен на этот счет. Я бы хотел выбрать печать, чтобы уже с помощью печати как-то попытаться от них избавиться. Но, по-моему, на них печать не работает. То есть, вполне возможно, что они исчезают просто со временем, если ты не успеешь их убить. И поэтому мне в прошлый раз, когда я играл на этой локации, не засчитало, что я их обнаружил, типа... Потому что они исчезли, и я не успел за то время, пока они были, от них избавиться. О, снова крабы идут. Крабы — это очень много золота, конечно. Но не золото, имею в виду опыта. Блин, не падают, к сожалению, шкатулки. Ну, не шкатулки, а как они называются. Коробки с конфетами. Ну, ладно, чилим тогда, просто пытаемся поднимать уровни. У нас работает руна на притягивание, все дела. Так, есть еще один сундук. Опять не падает коробки конфет из него. Давайте мы, я не знаю, до 30-й минуты проживем, а там уже, типа, пофигу. В принципе, я собрал такую более-менее ультимативную сборку на этого героя. Так, буквально на секундочку отходил. Так, прошу прощения, продолжаем. О, есть Аркана, нифига себе. А чё она решила выпасть на 27-й минуте? Окей. Я бы хотел взять себе Аркану на их сначала. Так, повтор. Божественная родословная, это совсем не то, что мне надо, вот оно. Берем их сначала. И осталось, по сути, найти две коробки с конфетами, но мне чё-то с ними не везет. Я думаю, здесь на 28-й минуты снова пойдут эти чубрики, и я уже с ланцетом точно от них смогу избавиться. То есть я успею их убить за одну минуту. Я надеюсь, по крайней мере. Хоть и без коробок конфет, но, в принципе, я должен разбираться с противниками. Может быть, на этой локации редко падают из-за того, что здесь низкий бонус к удаче. Так, но пока чубриков я не вижу. Возможно, они пойдут как раз на последней минуте. То есть на 29-й. Да вроде бы нет, вроде бы я их не вижу. Или тут локация всё-таки длится именно 20 минут. Опять же, фиг знает. Получаем уровни просто скоростью света. У нас ещё идёт прирост постоянный к опыту. Поэтому впоследствии мы будем получать опыт просто... Будем получать новые уровни каждые, там, 2 секунды. Да, у нас торговец обновился, значит, это уже, скорее всего, новая волна. Можно, кстати, чисто теоретически дойти сейчас до торговца. И взять у него, знаете, как у Аркану? Вот самую первую убийцу игры. Мы перестанем получать опыт. Ну, я уже закончил забег. Её просто сейчас... А, я же не смогу прокачать с обычной коробки конфет оружие, потому что оно перестанет выпадать. А хотя я его могу прокачать через сундуки, что тоже вариант, в принципе. То есть я перестал получать сейчас новые уровни. Перестал усилять своего персонажа. Но я думаю, мне, в принципе, хватит сундуков, чтобы найти шкатулки. То есть коробки конфет. О, да, золото! Вы просто смотрите, 190 тысяч уже. Я нафармил. Так, вот и идёт следующий босс. Так, а что из него? А, из него выпал сундук, но, видимо, в нём не оказалось нужного мне предмета. 213 тысяч я золотой лихорадки заработал. Ну, я думаю, мы уже точно отбили потраченное золото, даже несмотря на то, что мы три раза докупали арканы. Так, я бы хотел займить себе шкатулку всё-таки. Ну, не шкатулку, а как, коробку конфет. Я всё время путаю названия. Куда это, интересно, мана улетела? Ну, не мана, это синие кристаллы. Видели, они куда-то влево полетели. Может, из этого босса выпадет шкатулка? Капец, он жирный, кстати. Ладно, короче, я не буду искать коробки конфет, нафиг надо. Давайте лучше посмотрим, убили ли мы боссов с вами, разблокировали в бестиарии. Да, да, у нас появилось, вот, собственно, 70 какой-то там, вот эти чуваки, мы их 6 штук успели убить. Атланты Луна Света, они как раз на локации Луна Света находятся. Такие маленькие мини-вариации вот этих вот нормальных атлантов, которые охраняют там кольца и так далее, и тому подобное. Ну, и, наверное, ещё я бы хотел директора убить один раз, чтобы он у меня появился в локации. Давайте мы возьмём самого читерского персонажа, то есть королеву Сигму, и попробуем сыграть в непосредственно Зудамонию М. И убить директора, разблокировать последнюю ачивку. Хотя хотелось бы, конечно, поиграть за других персонажей, но я хочу по-быстрому избавиться от босса, потому что, ну, его долго бить надо с других персонажей. Да, 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 я тебя слышал, братан. Так, ну и давайте мы избавимся от этого парня. Так, я буду брать что-нибудь максимально, так сказать, на фиксированный урон и также револьверы возьму. Так, мне ещё нужно будет что-то взять на, я не знаю, там, на... На какой-то урон, который будет непосредственно работать по боссу. То есть мне бы самонаводяжки какие-то взять, тот же посох, но посох у меня, по-моему, заблокирован, поэтому я не могу его взять. Так что буду искать что-то альтернативное в этом плане. Что ещё может попадать по боссу, помимо моего меча? Ну, давайте корону возьмём, окей. Хотелось бы Тирогесу собрать ещё. Так, Святой Ветер, конечно, неплохо, но нет. Я возьму, наверное... Дупликатор, кстати, неплохо, он на меч должен работать, в принципе. Давайте возьмём дупликатор. А ещё бы шпинат взять, на самом деле. Шпинат, допустим, томик красный. Так, давайте второй револьвер возьмём. И ещё бы желательно найти Тирогесу, чтобы меня жнецы быстро не завалили. Так, давайте здесь попытаемся что-нибудь ещё найти. Нужен ли мне заклинатель? Вот в чём вопрос. Я думаю, не особо. А вот череп, чтобы противники шли в большем количестве, было бы неплохо найти. Хотя, не, я не буду брать череп, потому что мне нужны кое-какие другие предметы, я вспомнил. Так, повтор, повтор. Давайте искать что-то полезное. Так, ну, шкатулку я бы взял. Шкатулка звучит как план. Можно взять Величайшее Торжество, как вариант, среди оружия. Но я его уже собирал, мне неохота его собирать второй раз подряд. Давайте мы лучше возьмём здесь... Так, Тирогесу возьму обязательно. Чтобы жнецы мне не прикончили. Так, и я бы хотел взять ещё что-нибудь. А, что у нас есть ещё? Хотелось бы найти Красный Томик, во-первых, а во-вторых, взять какое-нибудь ещё оружие. Вот, кстати, пламя как вариант, то есть можно взять пламя. Я думаю, да, я возьму пламя. И можно, допустим, взять ещё браслет себе, как вариант оружия. Так, я хотел бы здесь ещё что-нибудь поискать. Нет, давай ещё. Пентач мне не особо нужен. Можно топоры взять. Топоры, допустим, и браслет. Почему бы нет? Давайте возьмём топоры. Они, конечно, рандомные, но они должны попадать по боссу. Так, будем искать сейчас что-нибудь ещё. Я бы хотел что-то наподобие... Во, пустой фолиант возьму. Так, ну и последнее оружие, которое мне осталось собрать, это, в принципе, браслет. Поэтому сейчас будем его искать. Всё, нашёл браслет. Всё, всё, всё оружие собрано. Теперь будет желательно прокачать меч. В первую очередь. Так, победный меч берём. Потому что он автоматически наводится на босса и наносит ему урон время от времени. Мне кажется, это одно из самых лучших вариантов для оружия. Также можно взять корону, как вариант тоже. Дайте я возьму корону, чтобы просто побыстрее уровня апать. Там жнец идёт опять этот дурацкий. Так. И хотелось бы ещё, конечно, Тирогису найти. Ещё одно. Давайте я попробую следующим предметом Тирогису всё-таки собрать. Чтобы вот от этих жнецов как-то защититься, что ли, я не знаю. Сейчас постараюсь найти Тирогису. Блин, оно, по-моему, было на первом выборе, а я его скипнул. Блин, опять я его скипнул. О, Тирогису берём. Ну а дальше будем по возможности качать меч. Главное только не погибать от вот этих вот эффектов, а только от жнецов. Чтобы зря не тратить оживление. Хватит меня убивать, челики. Так, качаем меч. Так, притягивание опыта взял, но у меня на локации опыта, в принципе, не оставалось особо. Снова приходит жнец и убивает нас ещё один раз. Окей. Так, качаем ещё победный меч. Опять жнец. Чё вы так часто идёте-то, а, пацаны? Надеюсь, у меня есть ещё воскрешение. Да, вроде есть ещё. Так, давайте здесь возьмём корону. О, мы вроде разбили ещё один щит. По-моему, после этого этапа уже жнецы перестанут появляться. Ну, я имею в виду не эти жнецы, а жнецы, которые меня ваншотают. Так, возьму здесь, наверное, меч. А чё я теряю здоровье? А почему я теряю здоровье? Чёрт не понял. Написано геймовер, но на самом деле не геймовер. Так, давайте корону возьму. Я не знаю, почему я стал получать урон. Меня босс, может быть, как-то сдамажил. Слишком близко подошёл или типа того. Давайте ещё победный меч. Апну. Так, ещё победный меч. Апну. А может быть, мне не надо было умирать, и тогда бы мне засчитали победу над этим боссом. Так, давайте возьмём ещё повтор. Давайте меч на максимальный уровень. Ну и теперь можно уже качать там браслеты, все остальные предметы. Я, кстати, потерял последнее кирогису. Мне нужно сейчас взять чё-то наподобие какого-то дополнительного предмета. Давайте я возьму дупликатор. Так, ещё бы я хотел взять браслет. Ещё магнитосферу, потому что почему бы нет. Ну и вроде всё, я директора почти победил. Он должен сейчас уже погибнуть в скором времени. Мне, кстати, звук почему-то в игре тихий стал. Здесь какой-то... Почему-то звук иногда в игре ломается. Вот не понимаю, почему. Я уже опыта не получаю от жнецов и не наношу урона самому боссу. Смотрите, у него сердечко осталось. А почему? Так или иначе, это очередная победа. Я не знаю, засчитают ли нам победу над этим челиком. Потому что мы погибли, и там было написано гейм-овер. Я вот не знаю, засчитают ли мне победу над этой чупакаброй. Ну и заодно немножко золота опять же подфармим. Здесь около 200 тысяч можно заработать, в принципе, за прохождение этой локации. Мы, кстати, титры с вами не видел, потому что этот фрагмент у меня не записался. Если я нажимаю назад, то мобы начинают идти назад. Я нажимаю еще раз назад, они снова начинают идти назад. Нужно несколько раз нажать назад. И затем поймать кнопку выхода. Я же нажимаю, алло! О, попал наконец-то. Я на нее 500 раз нажал. И у меня максимальное, кстати, количество золота 999999. И смотрим про бестиарий. Да, все, мы разблокировали последнего босса. Я не знаю, почему он не за первую победу над ним не разблокировался. Собственно, контролер безграничной дыры, зрелище за пределами реальности, проблески немыслимого. Ну, да. Собственно, мы все разблокировали. Разблокировали все достижения. Нам осталось поиграть сейчас за каких персонажей? Ну, соответственно, за Пасколину Дженара Аркопорту. Это понятное дело. Еще мы можем поиграть с вами за Дамарио. Мы ни разу не прошли ни одной локации. Еще можно поиграть за Кончету. За... Кого еще мы не играли? Так, за этих мы всех, по-моему, проходили. За Амбраджо тоже было недавно. За Дивана мы не играли. За Зиасунту мы не играли особенно. Эксдэш. Стостик, Смит. Три перса. Рандом мы не играли. За Марабио не играли. За Аватара играли. За Мину играли. За Леду не играли. За Космо не играли. За Брюка не играли. За Миссингно не играли. За Гейно играли. За Героу... Георунтона не играли. И не играли, получается, за Скариони. Скажем так. В общем-то, я думаю, в следующих сериях мы будем, там, я не знаю, по два-три персонажа играть. За каждого какой-нибудь билд свой придумывать. А так у нас все с вами. Остальное уже разблокировано. То есть, осталось просто посмотреть тех героев, которых мы разблокировали. Может быть, собрать им какие-то прикольные сборки. А то 131 из 131 в коллекции. 105 из 105 в бестиарии. 142 достижений из 142. Все завершены. Также у нас идет Секреты 16 из 16. И абсолютно все усиления куплены. Прокачены золота на максимальном уровне. То есть, по сути, вся игра полностью пройдена. Осталось только, так сказать, насладиться тем, что мы разблокировали за прохождение этого всего. В общем-то, на этом буду пока заканчивать. Сегодня не очень большая серия выйдет. Ну, мне хотелось сегодня именно уже последних двух мобов бестиарии разблокировать. Надо будет, кстати, потом почитать бестиарий. Тоже сделать какую-нибудь, возможно, отдельную серию про бестиарий. Почитать все там эти описания. Поржать. Потому что там, по-моему, что-то смешное было. Я уже не помню точно. Я не читал сам бестиарий полностью. Я читал буквально там 5-10 описаний. И это было очень давно. Я уже ничего не помню. И хотелось бы посмотреть, почитать описание. Может, что-то еще забавное найду в этом. Потому что там шутки какие-то или пасхалки есть. Тоже было бы прикольно. Ну, все. На этом точно буду прощаться. Вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. Мы еще обязательно увидимся. А на этом пока что все. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok